Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Вопросительную ухо-горлоносию». С вами Владимир Зайцев. Ангина – это острое инфекционное заболевание, которое может развиться у каждого. Но далеко не все знают, как правильно себя вести при ангине. При ангине очень важно два условия. Первое – это назначение и применение антибактериальных препаратов и строгий постельный режим. Мало кто из вас знает, что небные миндалины претерпевают жуткие превращения и жуткая интоксикация лежит на небных миндалинах. Если в этом случае мы будем еще ходить, то небным миндалинам будет еще хуже и хронический тензилит обеспечен. А если мы будем ходить, заниматься физической нагрузкой и пренебрегать вот этим состоянием, в котором мы сейчас находимся при ангине, при температуре 38-39 градусов, при жуткой боли, да еще и пошли в тренажерный зал или пошли плавать, пошли в баню, в сауну, в солярий, то нагрузка на миокард, на сердечную мышцу колоссальная. Также человек испытывает колоссальную нагрузку и на почки, потому что почки, как известно, это наш фильтр. Почки должны все фильтровать, все очищать и, конечно, если человек еще в этом состоянии ходит и двигается, нагрузка возрастает многократно. Поэтому в состоянии ангины показан строгий постельный режим. Причем лежать нужно дома, если пациенту прям очень и очень плохо, пациента госпитализируют уже в инфекционную больницу. Дорогие друзья, вы смотрели рубрику «Вопросительное ухо-горло-носие». Сегодня мы говорили о бангине и о постельном режиме. С вами был Владимир Зайцев. Дорогие друзья, книга «Детский лор» написана мною специально для вас. Книгу «Детский лор» спрашивайте в магазинах вашего города, приобретайте, и вы точно не пожалеете. Если вам понравился наш ролик, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте нажимать на специальный колокольчик и подписываться на наш видеоканал. Субтитры создавал DimaTorzok